М11-50 Assault Breacher специально разработан для обезвреживания мин и других взрывчатых предметов. Машина М11-50 Bridger-Wheel, также известная как ABV Assault Breacher-Wheel, является военным инженерным средством, разработанным для решения оперативных задач корпуса морской пехоты США. Её основным средством является расчистка проходов через минные поля и сложные препятствия. Инженерная машина основана на шасси М1А1 Abrams и оснащена минным плугом и линейными зарядами, а также могла бы расчищать путь от придорожных бомб и самодельных взрывчатых веществ. Вместо обычной башни Abrams с пушкой инженерная машина оснащена специальной башней с двумя системами линейных подрывных зарядов, LDCS, а также ракетами, несущими взрывчатку С4, которые могут быть запущены на 100-150 метров, впереди Assault Breacher. Это может позволить взорвать скрытые бомбы на безопасном расстоянии. Адаптер для высокого подъёма также позволяет устанавливать полноразмерный минный отвал, FWMP или боевой бульдозерный отвал. М11-50 Assault Breacher также использует интегрированную систему обзора, которая позволяет экипажу из двух человек, командиру и водителю оставаться внутри бронированной машины. Место водителя типично для М1А1 Abrams, место командира расположено спереди и в центре надстройки под бронированной обзорной башней. Основная роль Assault Breacher – расчистить путь, но у него есть и наступательные возможности. Командир может дистанционно управлять вооружением платформы одним крупнокалиберным пулемётом Browning M2. Кроме того, минный разградитель оснащён двумя блоками по 8 дымовых гранатомётов, которые могут обеспечить прикрытие, пока машина находится в опасности. Несмотря на лёгкое вооружение, ABV обеспечивает защиту экипажа и живучесть машины, а его скорость и мобильность позволяют ему не отставать от маневрирующей силы. Он очень похож на танк Abrams по размеру, весу, скорости и дальности пробега. В настоящее время США испытывает опытные образцы беспилотных танков-тральщиков на базе М11-50. Результат этих испытаний должен определить требования ко всей концепции использования такого типа машин в строй вооружённых сил США. Впервые апробация роботизированной версии М11-50 Assault Breacher Vickers прошла в мае 2019 года. Тогда во время учений Gentoo Overfighting Assessment подразделения корпуса морской пехоты США проводило такой эксперимент. Смогут ли два беспилотных М11-50 преодолеть препятствия на местности, если этими машинами управлять из командирского танка? Инженерные танки М11-50 в строй у армии США обычно действуют парами. Первый с противоменным тралом, второй с бульдозерным отвалом. При этом обе машины оснащены системой дистанционного разминирования местности для уничтожения минных полей на безопасном расстоянии. Общая динамика – это прорывная штурмовая машина, представляющая собой единую платформу, которая позволяет целенаправленно прорываться штурмовым подразделениям наземной оперативной группы морской пехоты через инженерные заграждения противника.